МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нарушении всех и всяких правил. Вот интересно, а так можно было? Что-то подсказывает, что нет, не очень-то можно. Но паркуются товарищи. Ай-яй-яй. Строго говоря, мы могли начать этот сюжетик и в каком-нибудь другом месте. Но начинаем здесь, у дома 34 по улице Лебедева. И речь в сюжетике пойдет о всевозможных провалах и дырах в земле. Вот провальчик номер один. Повторимся. Адрес этого места – улица Лебедева, 34. Но, друзья, это далеко не единственный провальчик в этом квартале. К кварталу по улице Лебедева от Тургенева и до Василия Соломина в пору присваивать непочетное звание «Провальный квартал». Потому что на нечетной стороне, сейчас мы у дома номер 21, тоже еще один провальчик. Не угодно ли взглянуть? Вот он, колодец с завалившейся крышкой. Все, что называется, по классике. Рядом валяется утлый деревянный заборчик, скорее всего, неоднократно сбитый автолюбителями. Ну, а ездить здесь, право же, не здорово. Как минимум, беда подвески. А максимум, ну, кто знает, кто знает, что может произойти. Ну, и вдогоночку к первым двум, чтобы окончательно оправдать название «Провальный квартал», получите и распишитесь провальчик номер 3. Этот тоже по нечетной стороне уже у Тургеневской бани. В общем, да, с какой бы точки мы не начали съемку в этом квартале, закончить все равно хочется одними и теми же словами. Вот ну нельзя так, товарищи. С этим что-то делать надо. Потому что асфальт, он сам по себе не проваливается. Это значит, что там под ним что-то явно размылось. Так что, видимо, ждет квартальчик соответствующего ремонта. Пешеходная дорожка по четной стороне улицы Циолковского в Мотовилихе скоро станет непроходимой. Причем с асфальтом все хорошо, его не размыло. Почему? А вот вам, пожалуйста, ответик. Рядом с расселенным домом номер 14 по вот этой самой улице Циолковского. Мы уже рассказывали про эту стихийную свалку. И она становится все больше и больше с каждым днем. Как хорошо, что сейчас здесь мы, а не вы. И вы не дышите вот этим отвратительным мусорным запахом. Правда, очень хочется зажать нос и поскорее отсюда сбежать. Вот просто интересно, кто, кто ежедневно пополняет новыми коммунальными и бытовыми отходами вот эту вот свалочку. Вот просто интересно, кому лень дойти до нормальной контейнерной площадки. Вот просто интересно. Ну, неужели самим-то здесь потом ходить не противно будет? А, уважаемые граждане... Август – это то самое время, когда цветы на кустах шиповника еще есть, а плоды на кустах шиповника уже есть. Поэтому мы с удовольствием делаем этот куст кадром дня от дежурного по городу и спешим поделиться с вами телезрительскими кадрами. Мария Бондарева прислала нам любительское видео маленького, но очень симпатичного торнадо на реке Сылве в районе ледов. Ну, как торнадо? Так, небольшой смерчик, но симпатично. Ну, а Юлия Кузнецова напомнила нам очевидное – каждый закат неповторим. Это снято буквально вчера над прекрасной нашей камой. И действительно, цвета просто потрясающие. И на этой жизнеутверждающей ноте Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте номер нашего мессенджера Viber. 8-951-952-02-22. Встречайте завтра Анну Водоват, Вуну, а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok